Zelda. Сколько же прекрасных воспоминаний связано у меня с этой франшизой. Самый настоящий шедевр от Nintendo, который от игры к игре становится только лучше. Крайняя часть Breath of the Wild и вовсе считается сегодня многими непревзойденной и самой лучшей игрой за всю историю игровой индустрии. Именно ради неё я когда-то купил себе Nintendo Switch, и без шуток это была одна из лучших моих покупок. В конце концов, это та самая игра, которая породила безумно популярный в Китае и во всём мире Genshin Impact. Да, не будь в мире Зельды, вы бы не узнали, что такое донатить на сисястых аниме-тяночек. И вот сегодня, 12 мая 2023 года, выходит долгожданное продолжение Breath of the Wild. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Уже на старте новая часть Зельды бьёт все рекорды, даже несмотря на слифт полной версии игры за несколько дней до релиза. Тираж перевалил за несколько миллионов копий. За день до выхода многие журналисты и критики называют её самой грандиозной игрой от Nintendo. Прямо сейчас у неё 96 баллов на метакритике, что для многих игр является сегодня недосягаемой планкой. И вновь десятки тысяч геймеров бегут скупать все приставки в магазинах ради этой игры. А хейтеры не стесняются поливать её фекалиями. Мол, как это возможно, что мультяшная игруля для детишек круче, чем The Last of Us? Сегодня именно об этом я и хотел бы поговорить. И ответить на вопрос, почему же все так сильно фанатеют по Зельде? Правда ли новая часть шедевр и лучшая игра на свече? Присаживайся поудобнее. На связи с тобой, как всегда, отец Евген. Прожимай мне свой отцовский лайк заранее. И приятного тебе просмотра. Ну а перед тем, как мы начнём, напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где ты можешь совершенно бесплатно скачать самые крутые игры на мобильные устройства. А ещё платные игры, которые для россиян недоступны. А ещё игры, которые только-только готовятся к релизу. Вот, например, мобильный Warzone уже все скачивают и давно в неё играют, а ты до сих пор нет. А ещё, там сегодня появится ссылочка на Зельду для ПК. В общем, ссылка в описании. Буду рад тебя видеть в отцовском обществе. Спасибо. Новую часть Зельды серии хвалят за новые механики, которые открывают совершенно иные уровни геймплея. Да, Ниндендо славится тем, что умеет создавать поистине уникальные игры, механики которых ни с чем не сравнимы. И новая Зельда не стала исключением. Её хвалят за интригующий сюжет, который для многих критиков стал на 10 голов серьёзнее и интереснее. За музыкальное сопровождение и посвежевший Хайрул. Для тех, кто не в курсе, Хайрул – это мир, где происходят события всей франшизы. Даже несмотря на то, что всё здесь кажется очень знакомым, мир всё так же интересно исследовать. Критики все как один говорят, что Тифс оф зе кингдом во многих аспектах лучше прошлой части. Например, вот что о ней говорит Том Маркс, портала EJN, поставивший Зельдиной высшую оценку – 100 из 100. Это невероятное продолжение одной из величайших игр в истории. В ней каким-то образом улучшили почти все аспекты. Будь то простые правки из разряда качества жизни, по-настоящему захватывающая история или креативная механика строительства. Разработчики не только облагородили старые земли, но и добавили большие новые области. Ниндендо одержало очередную победу, сумев расширить и развить мир, который, казалось бы, уже доверху заполнен. И подняв планку ещё выше облака. А вот что говорит об игре популярный и самый неподкупный российский блогер Леонид Родин, он же Дэдпи-40С. Новая Зельда – это класс, чуваки. Она смогла. Ради этой игры я купил себе Switch и, кажется, буду вынужден предать Фила Спенсера и сменить сторону на этой консольной войне. Ладно-ладно, это шутка, Лёня такого не говорил, но Рохал, согласитесь, прикольный. А вот Кайл Хиллиард из Game Informer, поставивший Зельде 98 баллов и 100, по-любому ради Зельды купил себе Switch. Сиквелы видеоигр обычно основаны на том, что уже было до них. Они выглядят немного лучше, играются чуть приятней и не только возвращают важные механики, но и вводят новые, а также продолжают историю. Tears of the Kingdom может поставить галочку почти у каждого из этих пунктов. Я не ощутил тех же мурашек во время изучения Хайрула, как в прошлый раз, но получил новые эмоции, как на более узком уровне решая головоломки, так и в общем плане из-за возвращения в одну из моих любимых локаций. Цело, можно сделать вывод, что для кого-то новая часть Зельды это всё та же Breath of the Wild, с теми же механиками, с тем же миром, но доработанным и улучшенным геймплеем. И я не могу с этим не согласиться. Поиграв в новую часть около 10 часов, лично мной она ощущается всё той же игрой 2017 года, но в новой, более красивой обёртке. Да камон, даже первоначальное название игры именно об этом нам и говорит. Breath of the Wild 2, именно так изначально планировалось назвать эту игру. И оно совершенно понятно почему, эта игра далеко не эволюция новых идей, это некий ремикс, улучшенная версия игры 2017 года, где на место одних способностей персонажей и локаций пришли другие, но в сути дела это не изменило вовсе. Это всё та же старая добрая Зельда, к которой все так привыкли. И честно сказать, в этом нет ничего плохого. По сути, для разработчиков это был самый безопасный и вполне логичный путь, идя по которому ты не встретишь ни одной ямы, и которая совершенно точно приведёт тебя к поставленной цели. Конечно, многие хейтеры будут критиковать разработчиков именно за это, что они продали одну и ту же игру дважды. Но, ребят, это далеко не первый и даже не десятый по счёту сиквел выдающейся игры. Во-первых, Зельда выходит аж с 1986 года, и каждый раз от части к части это, по сути, модернизация уже выходившего проекта. Каждая часть, хоть и до чёртиков нам знакома, но умудряется установить новые стандарты для всей игровой индустрии. Это лишь на первый взгляд кажется, что вы всё это уже видели. Но копни ты чуть глубже, поизучай игру чуть дольше, и ты поймёшь, что это совершенно новая игра. Вот что об этом говорит Эдвин Эванс Тёрвелл, критик Еврогеймер, поставивший новой части Зельды 80 баллов из 100. Потрясающее продолжение Breath of the Wild с великолепными новыми системами и невероятными видами, и большим количеством пространств, похожих на подземелье. В целом, это удивительный сиквел, который добавляет глубину и пышность в формулу Breath of the Wild, и не жертвует при этом своим очарованием. Буквально каждый критик отмечает, что новая Зельда взяла от прошлой своей части не только сильные, но и некоторые слабые стороны. Например, как и у прошлой части есть проблемы с производительностью. Наблюдаются просадки FPS в особенно проработанных локациях. Связано это с тем, что сиквел создавался на том же движке и с использованием всё тех же ассетов. Поэтому, собственно, и графика практически ничем не отличается. Просадки FPS это, скорее всего, даже не проблема игры, а консоли, для которой она вышла. Как ни крути, а железо у Switch'а уже давно не в топе. Ребята из Nintendo, пора бы уже и Switch Pro наконец-то выпустить, алё! И, как по мне, в этом году новая часть Зельды имеет все шансы получить этот титул. Лучшая игра 2023 года. Что-то мне подсказывает, что так оно и будет. Ну, смиритесь уже с тем, что нет в этом году новинок среди уже вышедших и которые только готовятся выйти. Которые смогут уделать Зельду. Ну вот просто смотрю на список игр и не вижу. Вы, конечно, можете в комментариях написать там своё мнение, какая игра может стать игрой года, какая игра круче, чем Зельда. Но я склонен верить, что титул этот заберёт не ваш вариантик. Ну вот давайте, обоснуйте мне. И отвечая на вопрос, заданный в начале этого видео, я скажу. Да, это самая грандиозная игра от Nintendo, которая обходит The Last of Us по всем параметрам. Да, это игра года. И ни одна игра с ней не сравнится. Да ладно, ладно, это разные жанры, сравнивать их глупо, это просто бать на комменты. В целом, если вы подобное любите, я однозначно вам рекомендую прямо сейчас незамедлительно попробовать эту игру. Даже если вы не играли в прошлую часть серии, если вы вообще не играли в Зельду и не знакомы с этой франшизой. Берите и пробуйте новую часть. Поверьте мне на слово, вы останетесь довольными. Несмотря на мультяшный сеттинг, на простоту, которая первым делом кидается в глаза, на очень подсредственное представление добра и зла в сюжете. В целом, игра бомбезная. Это, что говорится, имба. Да, скачивайте, пробуйте, потом спасибо мне скажете. Ну, а где скачать её на ПК, ты знаешь. Ссылочка в описании. В общем, братик, пиши в комментариях, что думаешь по поводу новой части Зельды. Мне правда очень интересно прочесть твоё мнение. И ставь лайк, если игра тебе понравилась. А если нет, напиши в комментах, почему. Потому что я искренне не понимаю, что здесь может не понравиться. Как по мне, игра шедевр. Для неё даже 70 баксов было не жалко. Ну, а с тобой был отец Евген. Подписывайся на канал, если до сих пор на него не подписан. А если ты пропустил прошлые мои ролики, то можешь их глянуть. Например, пару дней назад у меня на канале вышли обзоры мобильной дивизии от Юбисофт и полноценный обзор бета-версии Барсон Мобайл. Всё, что об этих играх известно, обо всём рассказал. Обе игрушки прям хорошие для телефонов. Скажи мне кто 10 лет назад, что я на телефоне буду играть вот это или вот это, я бы никогда в жизни в это не поверил. Короче, давай бегом смотреть. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok